Шорские шаманы Кузбасса провели обряд в защиту российских военных, участвующих в специальной военной операции. Обряд в защиту участников спецоперации на Украине провели хакасские шаманы. Провели обряд Алгаз, чтобы наши защитники, мобилизованные, и те, которые уже добровольствами участвуют в спецоперации, чтобы все вернулись живыми, здоровыми. Российские военные все чаще обращаются за помощью к шаманам, просят их проводить обряды для защиты от смерти в Украине. Мы берем правую руку к сердцу, левую мы протягиваем к огню и мысленно просим всех духов, высшие силы помочь нашим защитникам Родины. Перед отправкой на войну в Украине путинские солдаты получат от родственников и чиновников обереги. Крестики, амулеты, кости животных. Это они раз показывали в сюжетах на российском телевидении. Защита по-ненецки. В Харампуре сотрудники местного дома культуры в перерывах между основной работой делают обереги для мобилизованных пуровчан. Материал оленья кость. Запросы российских захватчиков выполняют и священнослужители. Путинские солдаты, побывав в логове смерти в чужой стране, видев кровь и ранения, просят церковь, а не военное руководство, их защитить. Передаем им иконочки, молитвословы и освященные пояса с 90-м псалмом живые в помощи Вышнего. Это из покон веков носили солдаты с собой вот эти святые вещи, церковную утварь. Мистические амулеты регулярно отправляют российским захватчикам волонтеры. Привлекают к изготовлению оберегов детей и пенсионеров. Они нам прислали уже спасибо, мы выделили их обращение. Они сказали, что они и на боевую технику, и с собой носят наши обереги. По словам мастеров по изготовлению картонных и тканевых защит от пуль, их поделки весьма популярны среди российских войск. Сегодня практически у каждого защитника есть свой оберег. От фотографии семьи до православного крестика на груди. Это все может сохранить жизнь в бою. Они именно говорили о том, что нам хотелось бы, чтобы у нас были такие обереги. Вот мы с нашей командой сегодня этим занимаемся. Вот и он просил, чтобы мы ему с формы отрывали шеврон с иконкой от фонда «Звезда Элира». Потому что он искренне верил, что именно он его спас. И вот просил, чтобы этот шеврон с ним до конца был. Со слов военных из Бурятии и зданию «Сибирь-Реалий», их подразделения всегда готовились к бою по бурятским обычаям, ставя на второй план военную подготовку. Но именно Бурятия и Тывагде шаманские обряды для защиты участников так называемой СВО проводятся чаще всего, являются лидерами по количеству погибших, мобилизованных в России. Ну вот организация шаманов. Что-то, друзья мои, это уже попахивает такой комсомольской организацией, где партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». И вот этим тувинским шаманам, похоже, партия сказала «надо», они. Обряд проведен, все в порядке. Отчет предоставлен, фотоотчет, как сейчас любят, да фотоотчеты, видеоотчеты. Обряд проведен, всех благословили, все в порядке. Духи, духи за нас. Такая популярность эзотерики и религии среди российских военнослужащих объясняется легко. Других вариантов обеспечить свою безопасность у российских оккупантов просто нет. Тот, кто смотрит сейчас это видео, вам на войну не отправит. Военному руководству жизни и здоровье подопечных не важны. Для генерала в приоритете амбиции диктатора Путина.